Робзамерика Друзья, всем привет! Я наконец-таки доехал до Норвегии. Дорога была нормальная, но устал, честно говоря. После Калифорнии, в которой 42 градуса жара была, я попал в холодную, дождливую Норвегию. Попал под конкретный ливень, у меня сомки маленькие промокли, и вот я прошел в гостиницу, уже наконец-таки до нее доехал. Давайте я вам сделаю рум-туру, покажу, что здесь у меня. Какой вид у меня с окна. Как видите, неплохо, да? Но пасмурно. Надеюсь, эта дождь скоро перестанет. Хотелось бы прогуляться нормально. Здесь вот такая вот, у меня небольшая комната. Ну, хорошая гостиница. В принципе, здесь бреквест, все включено. Такая большая кровать здесь. Чисто хороший туалет. Что еще надо? Вот здесь душевая. Вот, пожалуйста, кабинька. Вот. Тут даже шампунь есть. Если он там есть или он пустой, не знаю. Надо проверить. Что-то у них здесь все по минимальному. Они даже мыло, ничего такого. Обратите внимание, даже не положили. Не мыло, ничего нет. Обычно в номерах они бывают. Шампунь, мыло. Я так понимаю, здесь надо все свое проносить. Но я, кажется, не первый раз путешествую. Поэтому я с собой, естественно, все это привез. Такой вот стол, стол, телевизор. Используюсь. Сидеть за компьютером, если что там, поработать. Сейчас чуть отдохну и пойду гулять. Всем привет. Я вот иду сейчас к метру. Буду двигаться в центр города. Так что посмотрим, что там нас ожидает. Первые мои дни в городе Осло прошли ознакомительно, так как я приехал сюда впервые. Первое, что привлекло в мое внимание, это современные здания с необычным дизайном. Эти здания очень красивые как внутри, так и снаружи. Особенно впечатляют здания оперы и библиотеки, которые находятся прямо напротив. Также стоит отметить музей Мунка, который, как говорят, недавно отреставрировали. Оперный театр Осло – это архитектурное чудо, напоминающее айсберг, находящий из воды. Он действительно построен на воде. Также можно подняться на крышу здания и насладиться панорамным видом на город Форн. Америка 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 Какая кнопочка видит, и ждем, и ждем переход. сейчас пойдем и перейдем все сделано очень просто но очень красиво без лишнего интересно вот эти штука прыгают это поток такой видите есть земле здесь дети прыгают у них такие вот интересный для детей сделаны друзья я гуляю в центре осла сейчас а вот и любуюсь прекрасными улочки вид с такими вот интересными различными памятниками здесь очень много здесь я вам скажу немножко прохладная погода вчера попал под ливень сильно когда пролетел был сильный ливень на сегодня погода получше если описать город коротко то можно сказать что центр осла сочетает себе историческую современную архитектуру смотрите сколько скутеров здесь такой вот центр города да красиво такие трамвайчики ходить я хочу пойти на центральную станции узнать если там билета в сторону стокгольма так как я хочу съездить стокгольма выходных и заодно снять его для вас это вот железнодорожный вокзал города осла смотрите как здесь красиво да как будто аэропорт какой-то очень красивый вокзал находится прямо в центре города очень удобно добраться из аэропорта в центре города на одном из скоростных поездов которые ходят чуть ли не каждый 15 минут а же нельзя не упомянуть метро который охватывает весь город и его окраины целом транспорт у осла очень удобный трамваи и метро автобусы поезда паром и а также множество велосипедов и самокатов которые можно найти в на каждом углу пешком ходить не придется хотя по этому городу действительно интересно гулять пешком любуюсь его красотами за все время моего пребывания в городе я увидел всего пару бездомных чего не скажешь о лос-анджелесе который просто кишит такими людьми такого красавица и видите в городе много различных памятников мемориалов и интересных скульптур которые украшают его такой чувак с велосипедом здесь парк такой интересный парк парк красивый очень парк люблю парки парк это круто взял кофейку водички сидишь любуюсь красотой природы я хочу вам ночного острова я хочу вам ночного острова показать все-таки здесь красиво ночью интересно а чего прогуляться с вами поснимать город бургер king здесь тоже есть видите а здесь и макдональдс вы пожалуйста саванного ничего себе саванного вам тут есть зелью мне очень понравился магазин 7-11 в америке это считается дорожным магазином то есть для людей которые едут по дороге и хотят сэкономить время быстро забегают берут кофе пирожки воду и бегают в осло же это полноценный магазин для людей которые хотят просто по пути зайти взять что-то перекусить мне понравился ассортимент различных бутербродов и напитков а также дизайн самого магазина все для блогеров отдается 349 стоит цвет это значит 34 евро и 90 там ски где-то 30 чем-то евро вот тут относительно конечно все что-то что-то очень дорого что-то так но относительно не очень не особо дорого как-то но и данную ли стану зайти покушать из реально дорого стоит если сравнивать с другими городами по европе дорога трава чик поехал интересное тут изображение искусства не знаю где он назвать что-то висит висит груша нельзя слушать друзья если вы знаете что это такое расскажите здесь короче как в голливуде знаете машину поставили типа она горит короче что-то там на ней написали вот здесь вот по цветам по цветку сделали видите вот тогда машина горит стоит как он сейчас с другой стороны 7 непонятно чё там миллионер какой-то там что-то не подчета написано может протест какой кто знает расскажите атакуют машина ведь очень красивый центр красивые дома там постройки я так понимаю там для жить для строят новые дома для жилья если закрыла закрывает как здесь красиво посолить как чисто красиво здесь вот очень много такого Очень много такого разного памятника, всякого рода искусства, у них много в Новояке. Наверняка я еще не упомянул о многих туристических красивых местах в этом видео, так как я был в Осло первый раз и чтобы побывать во всех интересных местах в нужное время. Осло город очень интересный и возвращаться сюда и побывать в таком городе обязательно стоит. Ну а я сажусь на поезд и отправляюсь в Стокгольм, где ждет меня отзор для наших очередных приключений в шведском городе. В Нарвегию я еще вернусь, так что ждите нового видео из Осло, которое будет не менее интересным. Рамз Америка это не просто канал, Рамз Америка это душ и океан. Про Америку ты послушай отчас и забудешь тогда, ты про грусть в этот раз. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на